Сейчас я нахожусь в стройнике под 45 градусов и покажу вам особенность. Особенность знаете какая? Это вот эта вот отбортовочка. Для чего отречу вам немножко дальше? Это очень важно, потому что у меня умники одни очень много пишут про это. Ряд, Дмитрий, неправильно ты собрал систему дымоудаления. А теперь смотрим. Для тех, кто задает много вопросов и не знает о чем пишет, производители есть, по-разному борются с конденсатом. Вот эта верхняя часть, вот этот хобот пошел в сторону, эта нижняя, дальше скорее всего будет стоять прочистной карман, либо еще какой-то N участок трубы. И что происходит дальше? Конденсат он всегда есть, никуда вы от него не денетесь. И конденсат, который потек, ну представьте, что дальше ствол у нас пошел. Конденсат за счет проварки, он уходит по сторонам. Смотрите, как проварено. Вот, он пошел по сторонам и начал стекать вниз. И так по всей окружности, видите? Единственное, что здесь, конечно, да, загнали его всю. У меня на обзорах есть такие тройники, только предприятие, но это большой диаметр, здесь немножко другая тема. Вот наполовину радиуса выставляют, и конденсат весь стекает. Еще раз повторю, один из вариантов. Но вот это, если у вас производитель может делать такие вещи, конечно, за них стоит переплатить. С конденсатом просто бурится, потому что в хобот под 45 градусов, вот в этот хобот, будет попадать конденсат. И неважно, какой вы котел используете. Твердач, либо газовый котел, либо там, не знаю, газогенераторный какой-нибудь котел. Ну, никакого значения не имеет. Любое топительное оборудование у него есть конденсат. И если вот этой юбки не будет, то конденсат потечет в сторону котла. Можно ли с ним потом бороться? Да, можно, но все равно, лучше конденсат оставить в основном дымоходе. Основной дымоход, это вот тело, и пошло дальше. Вот эта подводка к дымоходу, дополнительный дымоход, по-разному его называют. У меня на обзорах собирают этот участок по дыму. Там буквально 45-25, и мы заходим сразу по 45 углов вот в этот вот элемент. И на моей практике ни разу, с учетом того, что здесь собирается по дыму, конденсат не потек. За счет чего не потек? Потому что использую вот такую вот юбочку противоконденсатную. Она, ну, скажу, очень-очень-очень спасает, но это изделие должно стоить дороже. И оно, конечно, стоит дороже. У меня был опыт общения с литовской фирмой Вилпро, она делает немножко по-другому. Но конденсат по 45 надо отправлять. Если нет, тогда только систему по конденсату. Все, никакой речи по дыму не идет. Ну, а здесь все равно, я смотрю, вы все равно собираетесь по конденсату дальше, да? Вот это все до самого котла пойдет. Ну, это промка, это немножко другая тема. Там количество конденсаторов очень-очень много. Утеплитель, видите, цилиндры, везде цилиндры. Цилиндры, цилиндры, цилиндры. Они собираются как конструктор, где вот шов. Вот шов и в зависимости от размера используются различные нарезки. И вот очень важный момент. Это все руками, ручками проваривается. Проварка, проварка. И вот этот хобот уже самое, уже приваривали вручную. Да, колоссальная работа просто, ну, здесь просто-просто, ай-яй-яй. Сварщик, наверное, очень хорошо зарабатывает. Наружный контур точно таким же образом будет обвариваться на таком зону. Полностью сплошный. Это на всех тройниках? Абсолютно. На все тройники так. А потом химию-то это протравливать или нет? Электрохимическая пассивация. Подписка шла. Ну, можно он готовый. Он стоит. Да, сейчас мы так предварительно прямо, здесь, видимо, один человек остался без обеда. Да. Ну, да, я уже вижу особенности. О них я расскажу вам позже. Будет очень интересно. И на всех единицах снаружи или это 0,8? Нет, все зависит от заказа. Все зависит. Это индивидуально. Ну, вот здесь на данный момент единица 0,8, да? 0,8. 0,8, 0,8. Да, 0,8, 0,8, говорят, потому что единицу 0,8 тяжело так отличить. Если они рядом, конечно, не стоят. И вот, все полностью проварено. Круто. И вот мат внутри, снаружи зеркало. И наши цилиндрики. И одну особенность я вам не покажу, чтобы вы не отключались. Она здесь есть. Я ее заметил еще на стенде, когда был в офисе по тройникам. Это очень важно. Это для прочистки делается? Это ревизия. Это не готовая сделка. То есть на одном уровне? Да. А это по нормам проходит? Да. Здесь еще не хватает наружной. Здесь еще нет. Она герметичная с крышки. Герметичная? Утепленная. Покажем. Утепленная. Ладно, не надо спешить. Очень много смотрю особенностей. Идем дальше. Но здесь прямоугольник. Это заготовка. Это еще на стадии производства. Но это гигантский сборник конденсата. Он также утеплен будет? Да. А утепление у него будет только здесь? Здесь будет утепляться? Немного. Утепленный труд у сварщика, конечно. Просто. И вот он уже готовый. Родненький. Уже ждет. Стоматопом. Ждет уже. Подгрузочки. Да. Однокомнатная квартира. Ну да. По стоимости, да? Вы задавали вопрос. Ага. Превизии. Вот она. Она утеплена. Здесь затвор. И здесь укладнительная резинка. Силиконовая. И под замок. Отсюда вот она. Вы видели на столе, когда была в заготовочном таком варианте. Недоделанном. Тройник. 250. 300, наверное, да? Внутри. 300 внутри. Снаружи 360 получается. И вот он так вот выглядит. Соосно. Да. Видите? Соосно. Это очень важно. Такие вещи можно только при помощи жестких утеплителей добиться. Этот хобот. Минус. Здесь плюс. А это с хомутом? А, это уже хомут поставили. Для отправки. В комплекте он идет у вас с хомутом, да? Да, хомута. Два хомута. Один. Один. Второй. Да, вот один хомутик на нижней части. Вот второй. Ну и с обратной стороны. Герметичная прочистка. Здесь подключик. И там, вы говорите, еще силиконовая какая-то манжетка, да, есть? Да. А есть у нас средства простота? Которые зажимают. Ну и вот. Лейб. Джеремес. Вот. В пленочке потом это все останется. Здесь тоже проварено. Силиконовые уплотники. Ага. Он прижимается. Да. Это ключ. Ну да, классно. Петелька, нержавеечка. Вот эта пленка, она потом снимается. Вот это вот какой-то силикон специально, какой-то плотненький довольно. Вот это прокладка, по крайней мере. Вот и крестлюжь зажимается. И поэтому здесь можно сделать прочистку на горизонтальном участке. Если у вас не герметичный тройничок, вот видите, в одной оси стоит. Если у вас не герметичные такие люки, а у меня на обзоре, наверное, это первая тройничка с герметичным люком из нержавейки, то не делайте. Мой вам совет на одной оси лучше немножко сместить, чтобы вот эта вот часть была здесь вот начиналась. И здесь то же самое. Сейчас вам покажу, про что. Вот. Даже под 90 градусов в тройниках компания выводит вот сантиметр, полтора в зависимости от диаметра. Да, на 90-х это тоже. В 90-е тоже по конденсации собирается котло? Все по 90-х. Как голая, так и утепленная, так и неутепленная. Вы вверх ногами смотрите, вы вверх ногами смотрите. Вот она юбочка. Вверх ногами. И там юбка есть. Вот эта вот ствола, она пойдет. Ну ладно, снимем здесь. Ничего страшного. Главное, что она есть. И здесь тоже все проварено четко, 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 четко. Да. Вы должны понимать, как потребители, что вот такие вещи надо платить. С этим дымоходом, ну какая точная сварка, о чем вы говорите? Как вы можете сравнить? Заодно только что выводит вот этот вот конденсатный отвод конденсатор. Да, нет слов, одни впечатления. И вот заготовительные элементы. 90-й год. Ну я говорю, по обзору немножко дальше посмотрим. Потому что все очень красиво. Роликовая сварка, видите как? Тоже аккуратненько. Ну это уже химия прошли, да? Химия была здесь. Это уже на упаковке пойдет. Это уже упаковка. К упаковке вернемся дальше. А вы значения таким вещам не придаете, да, особого? Вот по этому шву. Как он и куда его направлять? Вот по этому шву. У него вот ответ. Ну да, я имею в виду, что есть производители, которые так специально делают так, чтобы этого шва не было видно. Либо отправляют его вовнутрь. А зачем? Если он грязный, да, из-за того, что грязный. Совершенно верно. Некоторые элементы мы делаем. Шов вот так по боку делаем полностью. Пускаем. Но это увеличение расхода материалов. Он не темнеет, ничего с ними становится. Здесь 304-ка, да? Да, уже ему не было. 304 класса. На 430-ке были бы проблемы снаружи, и они есть. Хочу ознакомиться вот с этим элементом, потому что по креплением очень-очень много вопросов и много очень ответов. По креплению можно рассказывать много. Ну, давайте пойдем разбираться. Ну, вот это, конечно, верхняя часть, правильно? Да. Это крепление верхней части. Полка загибается вниз. Почему? Да. Если вот так расположишься, то здесь будет стоять вода. А это нам не надо. Это тоже нержавейка, да? Да, нержавейка. Здесь вынос нерегулируемый на сколько? 50. Они разными все зависит. Какие вообще стандартные 50, потом до 250? А следующего размера вы можете показать? Есть он у вас? Это у нас до... Это 50, да. Следующих, наверное, нету. Они просто отличаются длиной ножек. И при другом диаметре будет другая конфигурация, ну и, соответственно, толщины стали. А болты? В другом диаметре и профиль немножко другой. Болты нержавейка? Нержавейщие болты. Да. Это все мелочи-мелочи. Но в итоге на стоимость это все выскакивает. И за это тоже надо еще, повторяю, надо платить. Регулировка. Так. Да. Откручивается. Один болт стоит, да? Один, да. Ну это маленький вылет. Нет, ну это не 50, здесь больше получено, чем 50. Вот это вот полка, а сюда? Вот, вот тут 50. А, ну от этого еще 50. Это запас, если у вас плюс-минус, если у вас ровная стена, и вам нужно 50 миллиметров, вы их до конца убрали, установили, вот у вас 50. А если у вас немножечко неровно, здесь 45 миллиметров, здесь дисторезис порядка 10-15 миллиметров. А, то есть небольшой зазор. А, ну да, это для выставления уровня. Так, и что здесь для выставления уровня? Еще прорези делают. Тоже погулять уровнем, чтобы вверх-вниз, а на бок уже нет, не повезло. А на бок ставьте точно. А на бок уже ставьте точно, да, но иногда бывает. На бок, как вверх-вниз. Да, вверх-вниз еще можно отрегулировать, но здесь двойка, это тройка, наверное, да? Тройка. Тройка. Стройка будет вам тяжеловато здесь просверлиться. Ну, по мне бы, я бы, если честно, здесь прорезь еще добавил бы. Оно классно. Учтите. Честное слово, как бы бывает, ты выставляешь по уровню, выбиваешь, когда начинаешь все это собирать, где-то смещение, где-то смещение. На малых диаметрах нет. На больших диаметрах используется другая нога, другая пластина. Она имеет возможность регулировать в двух направлениях, как вверх-вниз, так и влево-вправо. Ну, я говорю с точки зрения того, что я на маленьких диаметрах работаю, я знаю, что эта проблема есть. И мало кто делает именно. Вот это, да, хорошо, что вы можете выстоять. Но здесь вот добавить, это вообще было бы вот такое крепление. Но оно мне понравилось. Оно мне понравилось. 50 плюс еще зазор минимально, там 2 сантиметра есть на выставление. Классно. А толщина от этого вот? Это 2-ка. Это 1,5-ка. Это 1,5-ка, а это меньше, да? Вот это скорее всего 1,5-ка. Так, Михаил Николаевич, у нас это миллиметр, это 1,5-ка или 1,5-ка? 1,5-ка. 1,5-ка? 1,5-ка. 1,5-ка. А сам профиль этот, 2-ка, наверное, да? Нет. Это тоже 1,5-ка. 1,5-ка? Да. При больших, вот так вот есть. И так возможность регулировать, и так. Вот сюда ставится, да? Ну, да. Закажите, будет такая. Ну, да, крепление, если используется другое, если большого диаметра, то использую такая вот шинка. Как-то она крепится по волшебному сюда. А, наверное, вот так, да? Она приворачивается, и можно вертеть, она и так вам даст, и так. Да, она вот этот люфт играет, и можно слева-право. Это тоже стоит поворачивать. То есть, вот сейчас ее можно установить, вот так развернете же, когда будете ставить. А-а-а-а. Больше, больше. О, пришел человек, который знает. Все, все очень просто. Откручивается, да, это для транспортировки оказалось. Вот это вот профиль откручивается. Гайка, откручивается, болт откручивается, выставили и смещается. То есть, вы поворачиваете в другую сторону, тогда смещение идет по оси. Да. Но тогда вопросов нет. Здесь очень много людей, которые могут посоветовать. Ну, интересно, крепление довольно массивное, и для 360-го диаметра, ну, да, жесткое. Проистояние, наверное, там практически никакого нету, да? Нет. Да. Классно? Да. Давайте тройничок посмотрим, маленького диаметра. Маленького диаметра. Все проварено, это 100 с чем-то, наверное. Это диаметр 100. Ровно 100. Ровно 100. И тоже проварочка идет, уже обработали шов. И тоже юбочка для... Это врезки под 90, я не говорю уже под 45. Это 90, да, это 90. А вы чисто 90, либо 87? Есть 87, есть 90. А, то есть у вас нет такого свободностнодорца? Нет, есть и 90, есть и 87. Что... Да. Ну, 45 и больше другого нет. Здесь хобот, так, по кантикам. На одной стенах 60 еще есть. На одной стенах 60. 60 кредка? По квартирке, наверное, только если это используется. Или у кого-то там... Нет, это только по условию строительства, если по другим образом никак не зайти. Пикантик такой, почти квадратный. Это всего лишь один из элементов крепления. Потому что у компании их очень много, здесь все даже времени не хватит пройти, показать и рассказать. Так, и для фланта. Да, в данном случае это изделие одностенный выход, есть точно такой же утепленный. Ага. Сама труба утепленная. Да. Тройник с раструбным соединением, но боковое подключение идет с фланцем, видимо давление какое-то избыточное, да? Да? Нет, фланцевое подключение, есть под... А сюда еще, наверное, какой-то силикон... Что здесь оставляется? Графит. Прямо положено графитовая прокладка. Графитовая прокладка. Термостойка, да. Вырезается еще графитовая прокладочка сюда и зажимается все на болтах. И никуда ваш дымоход не бежит. Металлографит. И тоже соединение, соединение тоже проварено, все, ну да, сварки здесь уходят просто, просто. Цилиндр, соосность, все ровненько, аккуратненько. Проходная, опорная, утепленная площадка с хомутиками. Получается, один хомут всегда идет в комплекте? Да. Сроме три места, два на устьях нет. А на трубе самой? Да, на трубе есть. Один. Ну вы же ставите вот, собрали, вот она по конденсату труба встала, у вас один хомут. Последний элемент поставили хомут, сдернули, зажали. Он будет просто лишний, если мы туда его встали. Все, наверное, никуда будете водить. На вот этих элементах вы, как потребители, я вам советую, чтобы вы не брали ни в коем случае, чтобы здесь было соединение. Потому что на соединении здесь течет конденсат. Вы его можете не видеть, но рано или поздно он все равно вытащит. Поэтому у меня бывают обзоры, попадают, где здесь соединение. Нет, ни в коем случае. Здесь должна быть сплошная труба. А как она дальше крепится, это уже технологические вопросы, которые должен решать технический отдел. Три полки, да, три полки и одна идет уже под опору. То есть сюда уже идет само крепление выносное. Здесь тоже может быть разное. Застежечки аккуратненькие. А застежка нержавейка? Да. Да, застежка нержавейка. Плюс-минус. Сколько уходит на раструб у вас? 60 миллиметров глубина посадки. 60 миллиметров глубина посадки. А можно два маленьких кусочка трубы каких-нибудь соединить? А какой диаметр? Любой. Маленький. Любой маленький диаметр, что видно. Ну, два тройника может быть. И вот эта вот насадка верхняя, она также идет утепленная и заканчивает таким довольно интересным решением. Все идет через сварку. Все. Ну и, конечно, грибки дальше не предусмотрены никакие. Да? Грибки не предусмотрены никакие. Если хотите, да. Если хотите, то покупайте. Нет, есть совмещенный элемент. Совмещенный вы имеете в виду насадку? И сюда приварен сразу? Да, да. Скорозащитная сетка. А есть элементы, если у вас здесь? Сегодня в производстве нету, наверное, сегодня. Может, на складе там... Хорошо, а грибки тоже провариваются или баточка там ставится? На точке. На точке? Нет, в том месте, где, если элемент совмещенный... Да, да, я про это имею в виду. Да, то он здесь в баточке висках тоже проваривается. То есть, проваривались? Да, роликовый сло. А если отдельный элемент там... Хомута, ну, своих хомутов... Хомутик стиль на один, да? Да, да. Ну, он охладный, наверное. На соединение уходит 6 см, 60 мм. И вот такая, ровненько. Ну да, кому-то есть за что цепляться. Видите, отбортовка одна, вторая. Есть за что цепляться. Ну и здесь, на три... Сейчас, секундочку. Ровненько, нигде заложения никакого нету. С этой стороны разрешите. Разрешите. Видите, никакого заложения, все ровненько. А еще, если сюда поставить газоплотную резиночку... Если клиент закажет, то... Это вообще будет фантастика. В таком случае, вот эта канадка, например... Тогда еще дополнительную обработку прошло. Видите, как раз мы обработали. А-а-а... А здесь, в общем, секрет. Уменьшится. Да, поэтому я обратил внимание, что есть квадратная, а есть полукруглая такая. И силиконовая манжетка, и вон там на стенде. То есть, рабочий берет, вставляет и дальше работает со всем. Смотрите, насадка верхняя плюс грибок. Одна из особенностей, которую я заметил. Уже собирался уходить, и мне показали. Вот это стандартный блин. Верхняя часть, которая вырезается. Здесь делается гиб, не знаю, там до 1 см 0,8, наверное. А внизу для аэродинамики, чтобы тяга не ухудшалась, еще приварена вот такая штучка. Дополнительно ответная часть, которая напоминает дефлектор Григоровича. Да. Хотелось бы как-нибудь это все в цифры вывести, насколько это эффективно. Ну, очень интересная задумка. И в Германии так же они ставятся, да, получается, если ставится? То есть, это не адаптировано под российский рынок? Обработка в основном уже происходит в германской направлении. То есть, немцы за вот такие грибки. Я первый раз вижу такой грибок. Это круто. Соединение. Вот, металлографитовая. Нержавеющая сетка и сверху графит. Это на фланцевых соединениях. Зазоры, что можно будет подвинуть, потому что болт когда вставили. Такая форма фланцев. А это стабилизатор тяги, да, грубо? Да. Промышленный стабилизатор тяги. И за счет грузиков в паскалях определенное вы даете, регулируете уже на месте. Но эта регулировка производится уже на месте мандажниками сами, да? Котельщиками. Также они у вас могут быть и маленькие, я видел, да? Для бытового фигмента. Да, они круглые. Да, они круглые. Они все-таки. По складу мы заканчиваем здесь по производству. Это уже складские запасы, которые в дальнейшем. Вон там рампа и машина будет на загрузке. Вы видите, что реально огромные запасы. То есть предприятие ориентировано на данный момент на промышленную. Потому что здесь 1100. Да все просто большое и огромное. Круто. Есть чему поучиться. Надеюсь, что и вам это видео будет полезно. Предприятие работает, предприятие есть. Вот это вот складские уже запасы пошли. А это уже то, что заказ, либо предзаказ сделан. То есть уже ждет своего конечного потребителя. И на каком-то предприятии скоро, видимо, подключат какой-то тепловой агрегат. И будет очень тепло. Ну класс. Мне очень понравилось и очень информативно. Люди, которые здесь работают, они знают свое дело и отвечают на вопросы. Нельзя нажать, что будем отвечать на остальные вопросы. Ну а здесь просто. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok